Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем цикл бесед по книге «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. Дошел он, то есть Павел, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей. Это тот самый Тимофей, которому адресованы два послания апостола Павла, которого мать была иудеянка, уверовшая во Христа, а отец Эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Канье. Его пожелал Павел взять собою и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, то есть Тимофея, что он был Эллин. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Здесь формально апостол Павел поступает вопреки логике соборного решения. Там было предусмотрено, что обращенные из язычников не обрезываются, они должны воздерживаться от блуда, крови и удавленины, а ни о чем таком, связанном с обрезанием, ничего не было сказано. Почему же Павел как бы ослушался постановлению собора, хотя теперь мы видим, что он с Тимофеем именно разъясняет верующим важность постановления этого собора. Апостол Павел обрезает Тимофея ради иудеев, потому что у иудеев национальность не по отцу, а по матери. А так как Тимофей по матери считался именно евреем, таким кошерным, и, скорее всего, в то время победила такая точка зрения. Обращенные из язычников не обрезываются, воздерживаются от удавленина крови блуда, а если обращенные из евреев, ну, здесь ситуация воспринималась немножко иначе. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово «восии». Ну, немножко непонятно, как это Дух Святой их не допускал. То есть были пророчества через христианских пророков о том, что туда ходить не надо. «Дойдя до Мессии, предприняли идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Траду». Далее рассказывается о неком видении, которое переживает апостол Павел. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благоествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в сама Фракию и на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней». Далее рассказывается проповедь Евангелия в Филиппах. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». По какому обыкновению, немножко непонятно. При реке имеется в виду, что иудеи совершали омовение, микву. И это было такое обыкновение, как бы строить синагоги, молитвенные дома при водных источниках. А в день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Скорее всего, речь идет о том, что Лидия была празелитка, то есть обращенная в иудаизм, из города Фиатир в Малой Азии. И она вела торговлю драгоценным пурпуром, то, что здесь называется багреницей. «Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признаете меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас». На самом деле это подвиг был для Павла войти в дом нееврейский и жить там какое-то время. Но так как она стала христианской, в понимании Павла это новый Израиль, христиане, и он как бы ничего не нарушает. «Случилось, что когда мы шли…» Опять вот такая идет речь от первого лица. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Ну, казалось бы, она ничего плохого не восклицает, но она это делала не Духом Божьим, а был некий дух прорицания. Это она делала много дней, так что апостолы утомились. «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, то есть тому духу, который прорицал в ней, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, ее видя, что исчезла надежда дохода их, то есть господа зарабатывали, на этом ее дарили провещивание. Схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют о обычае, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Вот здесь как бы идет как бы смена стилей, то от первого лица, то от третьего лица и так далее. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, а узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. С одной стороны, мы видим, что апостолы не отчаялись, то, что их избили палками, бросили в темницу. По слову Христа Спасителя, они радуются тем мукам, переживаниям, которые терпят во имя Иисуса Христа. и проявляют заботу не только по отношению к тем, которые слушали их песнопения, но они беспокоятся даже за темничного стража, который хотел себя убить, думая, что они убежали, и теперь ему придется за все это отвечать. «Услышав голос их, он потребовал огня, бежал в темницу, этот стражник, и в трепете припал к Павлу и Силии, и, выведя их вон, сказал, «Государе мои, что мне делать, чтобы спастись?» То есть, увидев со стороны заключенных такую заботу к себе, он понял, что это необычные люди. «Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот же час ночи, он омыл раны их, то есть апостолов, и немедленно крестился сам и все домашние его». И, приведя их, то есть апостолов в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. То есть происходит обращение целого семейства. «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о всем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, «Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним, то есть представителям местной власти, «Нас, римских граждан, без суда, всенародно, били и бросили в темницу, а теперь тайно упускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас». Вот Павел здесь создает некий прецедент, он показывает, что мы имеем право отстаивать и наши гражданские права. То есть он действует не только как христианин в данном случае, но и как римский гражданин, наделенный определенными правами. «Городские служители пересказали эти слова воеводам, то, что римских граждан без суда заковали, избили, бросили в темницу, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились пред ними, то есть публично, и выведя, просили удалиться из города, они же, выйдя из темницы, пошли к Лидии, то есть которая обратилась, и увидев братьев, получали их и отправились». То есть дом Лидии стал открытым для других христиан, и там тоже проходили какие-то собрания.